Hello everybody! My English is perfect, but his is much more better. Who is on duty today? Who is on duty today? I am on duty today! Уильям Хайки Джонс. Он уже был у нас на самом деле в гостях в проекте Россия Чужой Взгляд. И сегодня мы поговорим совершенно про другие вещи, связанные с переводом. Потому что Уилл, он, ну мало того, что он полностью интегрирован вообще в нашу российскую действительность, Шестнадцать лет. Шестнадцать лет. Sixteen years! Это вам, знаете, как говорят у нас на темпзе, нихрен собачий. Да, значит, шестнадцать лет. И все эти годы, ну почти все, да, усиленно переводят. У меня есть своя компания, Eclectic Translations. И вот специализация, я так понимаю, в вашей переводческой деятельности заключается в том, что вы делаете хорошие переводы. Да, это, конечно, удивительная специализация. Казалось бы, что все хотят делать хорошее, но как-то так вышло, что это на что, да. И добиваетесь вы этого, я так понимаю, путем того, что у вас переводят native speakers? Ну, native speakers, да, но понимаешь, native speaker, это не значит, что он сам по себе хороший переводчик. Есть такая у нас поговорка среди переводчиков, что типа, ну раз у меня десять пальцев, не значит, что я пианист. Хорошая, хорошая поговорка. Вот. И, да, работаем с native speaker, но, естественно, человек должен быть специалист по своей там сфере, еще много опыта. Еще есть такой факт, что хороший переводчик – это не обязательно хороший редактор. И хороший редактор не обязательно хороший корректор. Поэтому надо знать, кто что умеет, обучать, если дадут. И так работаю с этим человеком. Как бы ты оценил вообще рынок перевода в нашей чудесной России? Растет. Это первое. Это очень хорошо для тебя, я думаю, прежде всего. Для всех. Я имею в виду вот типы, да, вот компаний или, может, частных лиц, которые занимаются переводами. Ведь, вот, например, у тебя есть задача что-то перевести, и ты можешь на самом деле на один документ получить, я не знаю, мне кажется, пять разных переводов. Ну, 55, скорее всего, и 25 разных цен. И 25 разных цен, да. Вот, как бы ты охарактеризовал типичные переводческие компании, значит, чем они отличаются, как они вообще, по какому принципу они работают, что вообще может человек получить в итоге? Ну, большинство рынок, переводы такой сложный весят, немного как шпионаж, что он тебе нужен, но ты не знаешь, что ты узнаешь, ты не знаешь, что ты покупаешь. Это как на китайский, вот переводить, вот тебе сделали перевод, а ты не знаешь. Вообще понятия не имеешь, да, он поэтому и нужен тебе. Что делать? Соответственно, большая часть идет на, ну, должен идти на доверие, которое у тебя есть к переводчику или переводчику компании. К сожалению, очень многие, может быть, из-за Советского Союза, когда единственный на стране язык был немецкий, то и мало кого говорил на нем, то люди, в общем-то, исторически в России плохо ценивают нужду перевода и качество перевода. Но если подумаешь, вот мы работаем очень много в кино, и человек, сценарист пишет сценарий, он пишет его, ну, сколько, год? Ну, не меньше, обычно. Если он работает в команде, то еще пять человек задействованы, они пишут, наверное, два года. А потом дают переводчику три дня и 500 долларов много. Типа, ну-ка, подожди, вот такие вложения в этот сценарий, и все, вам как-то на перевод не важно. То есть, очень много этого наблюдали. Сейчас меняется, сейчас многие начинают понимать, частично из-за локализации игр, сайтов, приложений и так далее. Вот, это хорошо. Значит, помимо того, что перевод не ценится в деньгах, да, вот если опять-таки говорить про понятие качества перевода, что с этим вот у клиента в голове? Мне кажется, что, поскольку русский, как язык, он довольно сложный, то не очень часто ты встречаешь совершенно просто плохой русский, в письменном виде особенно. Русский язык сложный, да. Я, это просто такая идея, может быть, редко видеть, что русский плохо переведен, на нем плохо говорят, так далее, просто в основном иностранцы вообще не говорят. Либо скажешь что-то такого типа «наздровье», «наздровье», «здравствуйте», да. И, соответственно, представить себе, что человек мог просто убить этот текст при переводе на английский, ну, люди не могут. А мы-то из-за международного, что ли, английского языка, мы постоянно видим, как его вот взяли. И поэтому, может быть, связано с этим, я не знаю. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот какие типажи… Вот у тебя же, может быть, есть какой-то постоянный круг клиентов, а есть какой-то еще круг случайных клиентов. Вот какие типажи клиентов к тебе приходили, чего они хотели? Там зашли на днях, человек ездил мимо, что он хотел? Паспорт. А потом он сказал, ой, пока я здесь, мы сказали, ну, извините, будет долго и дорого с нами паспорт, вы лучше на другую контору съездите. А потом он сказал, кстати, у меня огромный файл, вот это можете переводить? И переслал. Это был инструктаж к старому BMW мотоциклу. Он такой, ну, можно, наверное, только надо отсканировать, ну, распознавать текст, потому что потом… Вот, в общем, дело не пошло. Какие есть? Есть большие компании, вроде металлургические всякие компании, банки, там, Центробанк России, очень гордимся. И, то есть, большая часть таких корпораций, а дальше есть очень много в кино. Кинокомпании, это и новенькие, которые создались для одного фильма, или те, которые существуют очень давно. Мы субтитрируем, в основном, ну, и переводим сценарий. А так, рандомные, ну, есть такие люди, которые… Вот недавно были серии детских книг, они пытались-пытались переводить, всё не так, не так, и как-то до нас отошли, переводили детские книги. Очень много сарафанной радио, в основном, то есть рекламы у нас, считай, нет, не было. Как-то узнают. С какими… Ну, вы сделали перевод. А бывала ли такая ситуация, когда говорят, нет, вы знаете, что-то я сомневаюсь, что ваш перевод… Чем они обосновывают, какие критерии они используют, чтобы оценить, что… Ну, первое сомнение, это обычно, что, ну, не носитель же перевел. А это меня особо обижает, потому что мы только так и работаем. Я понимаю, почему они так думают и говорят, потому что один из самых очевидных, ну, способов выявлять не очень хороший перевод – это порядок слов. Ага. И здесь очень интересная вещь. Значит, вот, когда пословно, дословно даже перевод идёт такими же словами, как и на русском, на английском, то он плохо читается обычно на английском. Но он приемлемо читается. Потому что если смотреть вот на русском, вы можете с порядком слов что угодно делать. Да, у нас такой язык. Ну, не важно. Вот сделай так, чтобы соглашения были всякие нужные, которые я до сих пор путаю. Споряжение, наверное. И людям понятно, что ты хотел сказать. А вот бери, например, немецкий язык. Ой, там, да, мне… Там жёстко. Если неправильный порядок слов, то всё. А на английском он где-то между ними. То есть можно… Ну, есть всякие правила или полуправила на английском, но есть некая гибкость. Не настолько, как в русском, гораздо больше, чем на немецком. Соответственно, когда переводишь не очень хорошо с русского на английский, ты можешь оставить такой же порядок слов. И будет понятно. Немцу будет непонятно. Англичанину понятно. Только он скажет, что перевод не очень. Конечно. Очень многие переводчики не чувствуют такую уверенность в себе, что можно просто взять и всё менять. Ну, понятно же, понятно. Ну, и оставлю. Может, это лень на самом деле. Я склонен думать, что это отсутствие уверенности. Поэтому оставляют. И потом клиент смотрит. Смотрит, блин. Тут привет. Тут hi. В то же место. Тут how are you? Как ты? В то же место. Порядок слов одинаков. Значит, не носитель перевёл. Нет. Скорее всего, это носитель. Ну, не то, что сказать. Скорее всего. Но, скорее всего, это носитель, который либо не заставший опыт, либо не уверен в себе. Поэтому мы всегда говорим, что нужен ещё и корректор, редактор и корректор. И у них есть разные функции, но они должны, конечно, следить за такими моментами. Ну, это получается и редактор, и корректор тоже должны быть? Да. Да. И ещё более опытные, чем переводчик. То есть, стаж опыта должен быть переводчик, редактор, корректор. Корректор должен быть такой супермен. Их сложно найти. Очень сложно. И часто очень редактор, ну, человек, который считает себя редактором, это на самом деле просто переводчик, у которого прямо сейчас нет заказа. А он скажет, ну, это всё равно, что брать там водитель ралли и посажать его в машине Формулы-1. Ну, может, он может прямо ездить, а вот так вот, чтобы выиграть гонки, нет. Скажи ещё вот какую вещь. А с какими выпиющими моментами тебе приходилось сталкиваться, уже наблюдая, как переводят что-то вокруг тебя разные другие прекрасные люди, компании и так далее? И когда ты понимал, что это реально удар, в принципе, по имиджу переводчика, но не все это понимают, что это удар по имиджу переводчика даже. Ну, вот такой приятный очень хобби у меня есть озвучка. Ага. Делаю в основном корпоративные ролики. Ну, ролик, ты сам знаешь, если его нормально снимать, для большой конторы, это почти деньги. Да. Не представляю себе сколько, но тысяч 10 долларов, наверное. Можно вложить? Ну, там зависит от того всего. Допустим, ну, 5-10 вложили, снимали красиво там всё, компьютерная графика и так далее. Взяли какого-то отличного голоса, сценарист всё написал, всё красиво. А на английский надо переводить вообще, а мы его сделали для выставки, для презентации, там для чего-то. Взяли переводчика, 200 долларов дорого, давайте за 73. Разница-то какая всё-таки? И поступают ко мне на заказ на озвучку. А, уже за готовым переводом. Да. Вот. И это каждую неделю видим, и почти каждый раз приходится сказать, что либо редактуру, либо заново переводить. Заново переводить, когда так плохо, что дольше будет редактировать и пытаться понять, что там было. И здесь главный текст небольшой, то есть всё равно его отлично переводить не будет сильно дорого стоить. Это не тысяча долларов, это 150 максимум, 200. Но нет, либо не рассчитывали заранее, либо не понимают разницы в переводе, ну, бывает. И, соответственно, я просто отказываюсь озвучивать, а это моя репутация как голос, я там просто нонсенс ношу, ну зачем. Во-вторых, есть у меня такая небольшая миссия улучшить международный имидж России. Большая корпорация хочет рассказать о своих достижениях, ибо есть огромные достижения за последние 20 лет. Здесь, естественно. А тут такое... Так что мы либо отправляем им обратно, давайте сами, либо мы это редактируем. Опять же, это не ради продаж, это настолько небольшие деньги. Но чисто зачем это всё делать, вложить такие деньги в съёмках и так далее, если... Это очень печальная история, я тоже с этим часто сталкиваюсь, когда на каких-то глобальных проектах потом пытаются сэкономить на мелочах, а именно эта мелочь, в итоге она и будет ключевой. Это очень частая история, к сожалению, это касается не только перевода, это касается много вообще чего, но я думаю, что перевода в данном случае ключевой момент, когда речь идёт про то, что ты хочешь экспортировать твой продукт куда-то там. Да, это наша прекрасная черта. Были ли у тебя, не знаю, скандалы с какими-нибудь клиентами? Скандалы? Ну, да всякое бывает, конечно, но один очень печальная история. Наш не назову, конечно, но один очень большой клиент, который с нами очень долго был. У меня довольно многие сотрудники уволились из-за этого клиента, из-за того, что с ними никак. Они всё не устраивало, хотя 10 лет с нами работали. То есть, видимо, не было дела в переводе, дело было просто надо на кого-то накричать и вот. В итоге пришлось нам простаться, мы повысили ставки, скажем так, не с экономической точки зрения. С политической. Да. И они, естественно, сказали… А, они ничего не сказали. Они, видимо, поняли, что это было и всё, прокрашалось сотрудничество 10 лет. Это жалко. Они действительно, это имиджевая вещь для России, то, что они делают. Это было важно, очень много с ними делали, но такое отношение к нам было не… Ну, вот это я тебе рассказал, почему я ушёл из этой сферы. Вот это примерно моя история тоже, когда желание не достичь результата, а желание самореализоваться за счёт твоего подрядчика. То есть, я тут такая самая умная или самая умная, а вы мне тоже, значит, красный не можете синим сделать. Такое, к сожалению, часто бывает. Вот, что бы ты порекомендовал начинающим вообще переводчикам? Вот ты, как человек, не просто переводчик, как вообще native speaker или вообще человек оттуда, да, и который уже даже ругается по-нашему, а просто у нас богаче, понимаешь, у нас богаче выбор инструментарий у нас шире для выражения эмоций. Причём мне очень часто, у меня была ситуация, когда меня спросили, простите за французское слово, что такое пиздец. И мне было очень сложно объяснить, что это слово, которое может означать что угодно, что это может быть тебе очень хорошо, тебе может быть очень плохо. То есть, как бы это вот, как бы, вот такая, мне кажется, русская душа в этом присутствует, в этом слове, да, то есть её часть. Вот, что бы ты посоветовал молодым переводчикам, которые хотят посвятить себя, ну вот, в данном случае, самую распространённую теме английскому языку. Ну, во-первых, им очень везёт, потому что сейчас доступно просто всё, как материал. Ты можешь миллион подкастов слушать, можешь и транскрипт сохранить, открыть, читать. Ну, кстати, да, это правда. Это очень полезно. Когда я был маленьким, не было такого. У нас были газеты, аргументы, факты какие-то старинные. Ну, ребята, что вы думаете, что тут написано, да? Что там этот русский язык значит? Вот, есть YouTube, естественно, там самое, не знаю, для меня полезное, как я считаю полезное для начинающих переводчиков, это искать себе комедийные ресурсы на YouTube на английском, потому что тебе будет весело. А если тебе весело, ты захочешь больше. А если ты больше будешь это смотреть, слушать и так далее, то по-любому язык улучшится. Я преподаю в высшей школе перевода, и у нас есть файл, который дополняется каждый год, где со ссылками на комедий ресурсы на YouTube. Что им смотреть, почему там это важно и так далее. Это очень полезно. Вот. Ну, естественно, есть и весь интернет, где можешь читать кучу всего, всякие советы, кучу всего смотреть. Вот. А для себя, для улучшения навыков, лучше всего наработать себе чек-лист. Чей-чейт. Шпаргалка. Файл, по которому ты можешь расписать свой очередность, переводить файл. Ну, ты же не просто открываешь и переводишь. Сначала его надо читать от А до Я. Надо сохранить в нужном месте, типа Dropbox, чтобы он не потерялся, когда компьютер рухнет. потому что это у всех бывает всегда и кто-то на десктоп сохранил и все. У тебя должен быть как-то папка в браузере со всеми твоими ресурсами, то есть Multitrant, Thesaurus, все это. Автоматически, чтобы открылся при одной клике и не надо думать, не надо вспомнить какой там сайт я смотрю. Дальше есть сам перевод, то есть первый раз, когда прочитаешь, ты должен заметки для себя делать просто на инстинктивном уровне, что сложного, что там обращать внимание. Дальше переводишь. Надо иметь несколько друзей, к которым можно обращаться, типа, а что здесь имеется в виду, что там. Их можно найти в чатах, форумах, онлайн и так далее. Ты им, а не тебе. Потом есть проверка, если возможно оставить на завтра, чтобы с чистым взглядом на это смотреть. Это все у тебя должно быть в шпаргалке написано, чтобы ты мог просто не думая, потому что обычно это делается, сидя дома в трусах 12 ночью, когда ты уже очень встал, но обязательно надо, потому что клиенту нужно завтра и ты уже это, ты басок попил. А если нету шпаргалки, ты забудешь. А так у тебя все перед глазами и даже уставший и все остальное, ты дойдешь до конца и если не отличный, то хотя бы нормальный перевод досташь. Супер, насчет шпаргалки это круто. А вот есть какое-то там society, я не знаю, какое-то объединение переводчиков, да, ведь я постоянно смотрю там твой посты Facebook, там что-то где-то какие-то проходят конференции, встречи, вот у тебя тут иногда зануда бар случается, да, и прочее. Я так понимаю, что есть разные тусовки переводчиков, да, или она какая-то одна, или как это? Нет, 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 есть разные, конечно. Есть союз переводчиков России, очень такой союзная организация. Серьезная. Есть онлайн всякие сообщества, где очень полезно слушать, есть Facebook-группы, есть главное наше ежегодное мероприятие это Translator Forum Russia, Translation Forum Russia. Так что есть много поддержки для людей, которые интересуются этим. Есть еще такие вещи, вы, может, слышал, Медицин Сан-Фронтиер, то есть это врачи без... Врачи без границ, да. Вот, есть такие же переводчики без границ. А, да то что? Да, никто про них не знает, потому что, как обычно, про переводчиков никто ничего не знает, но есть такое. Ничего себе! А у них вот миссия прямо... Да, да, да. Помочь это беженцы, это люди в тюрьме, это, ну, всякие сложные ситуации, и ты можешь обратиться... Волонтерству, помочь. Ничего себе! Вот, это здорово. Слушай, и еще не могу не задать тебе вопрос, я думаю, что, возможно, в этой связи ты, может, меньше знаешь, хотя я не знаю, а вот обратная ситуация, когда там хотят что-то переводить на русский. Вот это сейчас вообще как происходит? То есть... Переводят. Ну, допустим, ты знаешь, как это происходит, например, в Англии? Ну, я понимаю, что, конечно, поток желающих перевести что-то на русский гораздо меньше, чем поток желающих перевести на английский, это понятно. Но все равно есть. Да, но все равно есть. Также существуют всякие агентства, они берут чуть больше, чем мы, чуть дороже, зато обычно не дают редактора и корректора. И они обычно, поскольку всегда проще платить людям в своем стране, фрилансеры и так далее, они обычно платят русские, которые живут в Англии. И я даже по себе сам заметил последние годы, что я бывает забываю, как звучит нормально на английском. А я занимаюсь это профессионально. Так что те, которые 10 лет там живут и не занимаются переводом, естественно, они бывают, если они берутся за перевод, бывает, что они уже забыли чувство своего языка. Перевод на русский эмигрантами часто бывает такое, хорошо, сейчас поредактируем. Так что тоже такой сложный момент. Ну, носитель же перевел, который живет в Англии, соответственно, он принимает исходник, может быть. Нет, надеяться, что один человек может отлично все переводить, это наивно. Всегда нужен хотя бы еще один редактор и в идеале корректор. А разница между ними, ну, кажется, есть свое мнение на этот, но переводчик должен переводить, в основном, как он может. Редактор, он должен следить за корректность перевода и исследования, то есть любой факт, любой цифра, любая дата, любая фамилия, имя, он должен исследовать, что это все правильно переведено. Ведь Петр может быть пишется на английском P-Y-O-T-R, а человек может сам называть себя Peter на английском. А если ты его в профайл на LinkedIn не смотрел, то ты его назовешь Петр через Y-O, он скажет, почему никто так неправильно, не может правильно писать. Поэтому это работа редактора. А корректор, он, естественно, должен смотреть там простые запятые и такие вещи, глупости, мелочи, но в нашей системе он тоже отличается красоту. И это означает, что иногда он полностью будет менять порядок слов в предложении, потому что да, все правильно переведено, да, все правильно поняли, но мы так не говорим. Это не настолько работа редактора, а корректора. Такой совершенно из другой области вопрос, под завязочку. У нас сейчас в русском языке огромное количество английских слов появилась новая волна. Коворкинг, каршеринг, ну и дринкинг, дринкинг, бэнкинг и, господи, чего только там, сейфинг в банке. Да, сейфинг. Мы идем, сейфинг. Я говорю, что такое интересно сейфинг? И мне приятельница говорит, ну сейфинг, то что, это покладинг денег в сейф. Ну это она прикалывается, покладинг денег в сейф. Да, и так далее. И вот я у меня, я беседовался по этому поводу с научным сотрудником русского языка и прочее. Но мне хотелось бы узнать твое мнение именно как представителя вражеской страны, которая насаждает в наш русский, чистый русский язык. Политически не получилось, военно не получилось. А вот языком, языком они нас берут, эти англосаксы, проклятые жидобасоны. С одной стороны это естественный процесс, потому что с русским языком это было постоянно. У нас огромное количество французских слов, которые пришли там в 18-19 веке. Немецких. Немецких, да, немецких слов огромные. Я всегда там говорю, что все пилотаж, ажиотаж, макияж, привет, друзья, батон, жетон и прочее. Но это все французские слова. Мы просто даже как-то забыли об этом. И очень часто бывают такие смешные ситуации, которые говорят, ну это же не по-русски. Я говорю, как по-русски называют слово, которое тоже не по-русски, но оно просто более старое, поэтому оно как-то за привычные. Да, да, прижился. Да. Так вот, как ты думаешь, это два вопроса. Во-первых, нормально это или не нормально? И, на твой сторонний взгляд, как дальше будет с этим ситуация развиваться? Ну, насчет второй час вопроса я вообще не думаю. Предполагаю, что он так и дальше будет. Французы уже давно, лет 15-20 назад решили, что такое наводнение английских слов в их сакральный язык это плохо. Не только плохо, но нужно закон против этого. Не придумай, а ординатер. Ординатер это компьютер по-французски. Но на самом деле все равно молодежь говорит так. Ну, по крайней мере, у них было там курьер или там электронную почту они пытались как-то заменить, но все равно все говорят mail. Mail все равно все говорят. Ну, вот это естественный процесс. Вот мы на каком английском говорим? Английский, если брать название, это северная часть Германии, да, angels. Если брать основу языка, это латын. Если брать среднюю часть языка, это французский. Если брать какие-то там крылья языка, это датский, немецкий, норвежский. Я когда французский изучал, я поразился, какое количество французских слов оказывается в английском языке. Очень удобно было, они просто различаются, там, pronunciation, pronunciación, да, и все. Это естественно. А пишется одинаково. Ну, конечно, это звучит иногда ужасно и местами можно придумать свои же слова, но с той скоростью, с которой придумываются эти же слова, они тоже новые на английском. Ну, не было так, очень много из этих слов не были. Ну, пришлось придумать, потому что кто-то придумал новую штуку. Что с этим поделаешь, не знаю. Ну, мне кажется, еще часто это удобнее, потому что слово freak, например, оно же такое не очень хорошее, и, как бы, оно, мне кажется, очень созвучно с нашим мудак иногда даже. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Мудак сильнее. Мудак сильнее. Мудак сильнее, да, все-таки. Мне кажется, что freak, оно очень хорошо вот заменило вот какое-то, может быть, такое не очень употребимое просто слово. Freak вообще вошло сейчас в обиход, но везде в интернете и огромное количество. Ну, что ж, друзья мои, не будем переживать, да, мы будем, конечно, стараться за чистоту бороться, но я боюсь, что борьба эта будет проиграна с треском. Значит, во-первых, я размещу там внизу ссылку на канал Уильяма Хаки Джонс, а это у нас блогер без пяти минут. Ну, начали, начали, наконец. Да, начали, да, начали. Я даже, кстати, поспособствовал названию вашего канала. Вот, кстати, опять-таки, было несколько названий, да, и я вот сказал, что вот это название, ну, по-русски лучше вот так, то есть, и даже не по-русски, и просто по-журналистски, то есть, как бы, людям будет вот так вот приятнее. И надо сказать, что Уилл, как профессионал, прислушался к моему мнению. Прислушался. Да, и вот поставил название канала, как я порекомендовал, хотя я абсолютно не претендовал на это. Так вот. А, подожди, Лиза тут с нами сидит. Кто придумывает в итоге сначала этот связь с Шекспиром? Ты? А, ну вот. Так что исходная идея. Лиза просто придумала Шекспир бы заплакал, а я сказал, надо Шекспир плачет. Ну, потому что все названия должны быть 3DD. Там еще и в Голдарусе, кстати. Хорошо. Искусство заголовка. Так вот. Ссылка вот там внизу. Можете посмотреть. Подписывайтесь. Тем более, видите, сколько человек хорошего делает для нашей России и матушки. Вот. Ну, а, соответственно, от меня по традиции сейчас для вас будет несколько анонсов. Напоминаю, что идет набор экскурсионных групп в Берлин и в Париж. В Париж в конце января, в Берлин в начале марта. Также намечается предзаказ на поездки в Вену и в Будапешт. Я еще пока не уверен, что я туда вас повезу, но уже идет работа и над этим. Ну, и с 3 по 5 января нам предстоит трехдневный тур по Петербургу. Если вам интересно со мной погулять по Петербургу Романовых без соплей, по террористическому городу, по проходным дворам, то пишите мне. Я вышлю все условия и программу. Ссылки на всю информацию на группу ВКонтакте, на сайт и на все остальное есть в описании под этим видео. На этом все. Всем пока. Оставляйте комментарии. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok